Привет, меня зовут Николай, и я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями, с которыми хочется поделиться, как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов 3 задачи» из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Елена Рязанова «Никогда не будь, как выйти из тупика и найти себя». Русский автор. Подобного не случалось давненько, и мы в «Читай быстро», как обычно, все пропустили. Книгоманы уже как пару лет читают и обсуждают книгу Елены про то, как перестать ходить по кругу, наконец-то найти себя в этом брендном мире, а мы вот только добрались. Рязанова — это self-realization strategist, как написано в хедере ее персонального сайта. Стратег в области самореализации, если по-русски, и автор двух книг «Никогда не будь» и «Это норм». Не в том смысле, что «Норм», что книга называется «Никогда не будь», а это вторая ее книга, так называется. «Это норм». Совсем свежая, кстати, вышла в издательстве буквально дней 10 назад, возможно, скоро появится у нас на обзоре. Скажу сразу, «Никогда не будь» — это книга на один спокойный вечер, максимум на два. Перечитывать особо не захочется, но прочитать нужно. Прочитать в том числе для того, чтобы попытаться разобраться в себе и в том, что делает вас счастливым. Это очередная в хорошем смысле книга в плеяде похожих таких книг. Дайте себе честный ответ на вопрос, делаете ли вы что-то отличное от нуля, чтобы быть счастливым, и завтра, и послезавтра, и всю оставшуюся жизнь. И вот это и будет самый хороший итог прочтения этой книги. Вся книга «Никогда не будь» в двух предложениях. Не смейте откладывать жизнь на потом. Если что-то идёт не так, как вам хотелось бы, вы чувствуете себя подавленным или вы чувствуете себя несчастливым. Найдите мотивацию для перемен, но забудьте про хрестоматийное «встань и иди сию секунду». Чтобы встать, а потом пойти, вам ещё предстоит потрудиться, в себе разобраться и ряд практических действий осуществить. Что за действия? И почему жизнь большинства из нас всё чаще превращается из «когда-нибудь сделаю» в «никогда-нибудь не сделаю», давайте как раз разберёмся в десяти фактах трёх задач из книги. Синдром отложенной жизни. Да-да, кто из нас не думал о том, что настоящая жизнь ждёт нас за поворотом? Вот сейчас ещё чуть-чуть поработаю на свой авторитет, выложусь на максимум, закрою задачу, месяц, квартал, год, а потом уж как заживу или вообще сменю всё. Род, деятельность, окружение, перепишу черновик на чистовик. Почти все так думали и почти все никогда от черновика к чистовику так и не переходили или думают, что вот-вот с завтрашнего дня перейдут. Большинство людей не удовлетворены жизнью на сто процентов, это факт. И вам может казаться, что сейчас вы проводите генеральную репетицию в своей жизни, но плохая новость заключается в том, что это не генеральная репетиция, а как раз ваша жизнь и проходит. И тут включается простейший психологический приём, когда в чистовике есть нереализованные мечты, а в черновике какие-то хаотичные действия, которые только вызывают чувство собственной бесполезности, вам хочется прекратить эти страдания и начать действовать. И Елена говорит, ну да, это нужно делать, только не сидя на диване, а уже осуществляя какие-либо попытки приблизиться к этой своей мечте, невзирая на страх. Потому что человек, решившийся на изменения, обязательно найдёт возможность реализовать свою мечту. И иногда так бывает, да не иногда, очень часто бывает, что мечта это, например, второй факт из книги «План побега из корпоративной тюрьмы». Человек находит, как водится, сотни оправданий, чтобы оставаться на нелюбимой работе, и если вы вдруг решили, что это не про вас, вам нужен чёткий план. Главная перемена, она должна произойти в вашем сознании, и только потом начнутся какие-то действия. Вы возьмёте ответственность за собственную жизнь на себя, вы будете решительными, а решительность, как говорит нам Елена в книге, она способствует нахождению альтернатив. Но я вот, если честно, фиг его знает, потому что в мире огромное количество книг по саморазвитию про то, как выбраться из корпоративной вот этой тюрьмы и обрести свободу. И такое же количество книг, если не на одну книгу больше, про то, как найти работу мечты, произвести впечатление на коллектив, пройти там первое собеседование, удержаться, стать хорошим менеджером, развиваться внутри коллектива и всё такое. Такое ощущение, что все, кто не в офисе, хотят туда попасть, а все, кто там уже находится, оттуда вырваться. Может, всё дело в том, что мы не умеем как раз быть счастливыми здесь и сейчас, а не в том, что нам нужен план побега из корпоративной тюрьмы. И может, всё дело в том, что вырваться ни из какой тюрьмы не нужно. И Елена, кстати, нам про это подаст ещё знак в следующих фактах. А для начала, перед тем, как вырваться из этой тюрьмы, ответить на вопрос, что делает тебя, конкретно вот тебя, счастливым. И как добавить этого счастливого побольше в свою жизнь, даже хотя бы начать с банальных денег. Вот сколько денег нужно для счастья. Третий факт из книги. Очень многие думают, что для новых свершений нужны деньги. И поэтому и вы, и я, и все мы откладываем перемены на будущее, ссылаясь на то, что у нас отсутствует капитал. Но это неправда, потому что самое ценное, что есть у нас с вами, это время. И ожидая какие-то финансовые улучшения в перспективе, мы теряем более ценный и значимый ресурс. Да, деньги, в общем-то, тоже важны, но, как говорится, дорога ложка к обеду. Если вы потеряли кучу времени для того, чтобы накопить какую-то сумму денег и думаете, что это вам сильно поможет, то нет, наоборот, вы гораздо более ценный ресурс растратили, а какой-то не такой ценный приобрели. Елена считает, что успех приносит счастье, это заблуждение. По её мнению, нужно быть счастливым в данный момент, и тогда вам будет сопутствовать успех. То есть в вопросе, что было первым, курица или яйцо, скорее сначала должно быть счастье, а потом будет успех, а не наоборот. И тогда вы будете постоянно добиваться всё больших новых высот. Потому что счастье первично, и все мы рождены для того, чтобы быть счастливыми, а успех вторичен. Деньги вообще тогда, получается, в этой парадигме не имеют значения. Важно только ваше время, которое вы на это выделяете, и желание чего-либо добиваться. Вот то время, которое вы выделяете как раз на это желание чего-либо добиться. Могут помешать вам в этом, как ни странно, вирусные или ненастоящие мечты. Человек очень часто, как правило, мечтает о том, чего ему не хватает. Офисные работники хотят жить у океана, фрилансить без привязки к месту и так далее. Как правило, это ненастоящие мечты, просто этим офисным работникам нужен отдых. А те, кто фрилансит возле океана, мечтают, чтобы у них был стабильный заработок, и они не зависели от одного, двух, трех заказчиков, а каждого 14-го числа получали свою зарплату. И поэтому, чтобы найти истинное призвание, мечту нужно протестировать. Вы продвигаетесь маленькими шагами к цели и сверяете внутренние свои ощущения с тем, что происходит вокруг вас. И именно так, в процессе этого пути можно понять, идете ли вы в нужном направлении, лично для вас, нужном, отзывается ли он вам или нет. И пока будете идти по этому пути, избегайте мультизадачности. Мы не первая, кстати, книга в «Иллюзорная загруженность. Пятый факт». Не первая книга, в которой за последнее время мы встречаем тезис о том, что мультизадачность как эффективный способ развития вас, как специалиста или вашего бизнеса, не существует. Потому что в режиме многозадачности, говорит Елена, человек не замечает, куда он идет. Ему некогда обращать внимание на цели, состояние здоровья, свои желания. И получается, что жизнь течет как бы мимо, нет времени, чтобы это заметить. Вы в бесконечном потоке задач, у вас есть иллюзия смысла и, самое главное, иллюзия нужности. То есть вам все пишут, вы там всем отправляете планы, отчеты, затребуют до 13.00 это все сдать, передать и отдать. И вот это очень такая иллюзия вашей необходимости. В конечном итоге вы оказываетесь вообще не в том месте, куда планировали идти и не понимаете, что с этим делать. Хорошая новость в том, что выйти из туннеля, в общем-то, возможно. Конечно, если вы в рутине многозадачности, если у вас нет никаких интересов, кроме работы, это свидетельствует о вашем ограниченном кругозоре. В конечном итоге вы прекращаете развиваться, даже в профессиональной своей сфере. Вы погрязаете в рутине, не сворачиваете с единственного известного пути вот этих вот отчетов до 13.00, потому что это привычный путь. Пусть это болото, но оно такое милое и свое, и вы не знаете, чего вы хотите, кроме этого. По мнению автора, разорвать этот порочный круг можно очень легко. Расширяйте горизонт сознания и кругозор. Для этого регулярно выделяйте время на изучение каких-то новинок в интересующей вас области. И начните с того, чтобы учиться не профессиональным каким-то навыкам, а тому, что вам интересно. Там игре на гитаре, испанскому языку, ну что просто сейчас, от чего вы кайфанете. И уже это делает из вас человека с гораздо более развитым кругозором, а следом начинайте учиться в профессиональной своей стезе какой-то и благодаря этому станете лучшим профессионалом. При этом помните, что время гораздо более ценный ресурс, чем деньги, чем любой другой, и не разменивайтесь по мелочам. Рязанова говорит, что под оправданием реалистичности люди ставят мелкие цели. Ну то есть, чтобы не дай бог не испытать горечь поражения, придумываем себе маленькую цель и абсолютно точно ее достигаем. Это как раз говорит о недостатке амбиций и претенциозные долгосрочные цели, которые кажутся нам невозможными здесь и сейчас, они, как ни странно, придают нам гораздо больший заряд энергии, потому что, когда мы достигаем посредственную мечту, мы получаем такое же аналогичное удовлетворение посредственное. А настоящая цель, она должна быть значимой, интересной, захватывающей. Очень много об этом говорит Баттерев в своих татуировках. Ну, кроме этого, восьмой пункт, лабиринт поиска себя. Вы ищете призвание, основываясь, ну не вы лично, а очень многие люди, наверняка в вашем окружении есть такие, ищут свое призвание, основываясь на стереотипах. Самые распространенные стереотипы, которые нас заманивают в лабиринт, это, например, призвание должно быть только одно. Если мы пришли работать на завод в 18 лет, мы должны с этого завода выйти на пенсию. Или таланты проявляются с детства, если уж чего до 20 лет не научился делать, то нечего рисоваться. Или счастье где-то далеко, и его еще нужно добиться. Или все должно получиться сразу, и никто не хочет бегать в долгую и этим всем заниматься. Вспомните любые тренинги по личностному росту, вы уже через 3 месяца должны показать результат x10, иначе вы никто и ничто. При этом Рязанова осуждает самокопание. Она говорит, в лабиринте разума можно заблудиться, и поэтому сделайте что-то интересное для вас, выходите из зоны комфорта, учитесь, познакомьтесь с новыми людьми. Помните, что вот это призвание, оно не должно отвечать конкретным критериям полезности, оно должно делать вас чуточку счастливее, значит лучше. Девятым фактом, уравновешивающим мир, который пошатнулся на факте, где Елена призывала всех освободиться от офисного рабства, идет факт про то, что люди очень часто становятся рабами собственного бизнеса. Мир полон несчастных предпринимателей. Они открывают бизнес, чтобы обрести свободу, им пообещали, что не нужно будет работать с 9 до 5 на дядю, и будет финансовая независимость. Но неправильно выбранная сфера, дается в тягость, и все заканчивается, или работать приходится первое время не то, чтобы с 9 до 5, а вообще круглосуточно, а дядю заменяют в небольшом количестве, не всегда адекватные клиенты и заказчики. И получается, что вы-то думали, что это будет панацея, а бизнес вообще не панацея, тихой гавани не существует, вообще ни один человек в мире, кроме вас самих, не знает, что по-настоящему круто. Проводить время с коллегами, выполняя свою работу, бегая наперекуртом и обсуждая последнюю серию какого-нибудь «Игры престолов» или другого любимого сериала. Или посреди ночи принимать груз от поставщика, параллельно в Телеграме ругаться с бухгалтершей, нанимать сотрудников, размещать объявления, настраивать контекстную рекламу и пытаться понять, почему вам забанили страницу в Фейсбуке. Вот только вы решаете, что вам больше нравится. Счастливым может быть и бизнесмен, и наемный сотрудник. Любая работа может быть в любом формате, приносящей счастье. Этот факт мне очень близок и нравится. Ну и бизнес и хобби. Очень интересный тезис про то, что нам всегда говорили, что лучшие и самые живучие бизнесы вырастают или из каких-то проблем, с которыми вы столкнулись и никто не смог вам их решить, и вы решили, раз не существует решение, а конкретная проблема существует, дай-ка я ее решу. Или из хобби. То, чем вам было интересно заниматься, и вы такие хопа и сделали из этого бизнес. У Елены впервые встретил такой вот тезис. Хобби дает положительный заряд эмоций, и в этом его основная сила. Но оно не всегда наполнено смыслом в том плане, что может перерасти в бизнес. Просто вам нравится что-то делать, фотографировать, проводить время с животными и так далее. Если вы переводите любимое дело в бизнес, вам может не хватить смысла, то есть может не хватить емкости этого хобби, может не хватить... Ну, в общем, вы и хобби потеряете, и бизнес не приобретете. И поэтому Елена советует для начала не делать кардинальных каких-то изменений, а поэкспериментировать с хобби на безопасной территории. Ну, например, не уходя с основной работы, а пытаясь по чуть-чуть зарабатывать там и смотреть, насколько у вас это все получается. Такие вот быстрые 10 фактов. Сейчас будут три задачи, они будут в букноте записаны, и из букнота прочитаны. Букнот — это такой блокнот для осознанного чтения, лучший подарок в преддверии новогодних праздников для любого книголюба, книгомана, любого любителя нонфикшн-литературы. Там очень удобно все разлиновано, выписываете факты, на основе фактов формируете задачу. Букнот помогает нейронным связям обработать информацию, полученную из книги, отложить ее, структурировать и запомнить еще лучше, чем если бы его не было. А когда вы формулируете из каких-то прочитанных фактов задачи и потом их внедряете в свои жизни, то жизнь становится еще чуточку лучше, еще чуточку веселей, а вы немножко счастливее. Мои три задачи персональные из книги никогда не будет. Первый — выход из туннеля через обучение, записаться на винные курсы и разобраться в модной нынче биодинамике. Такие биодинамические вина. Второе — отменять параллельные задачи, двигаться только последовательно, решая одну задачу за другой. И третье — философическое. Счастье — вот оно, идти никуда не нужно, остановись и вдохни, но чтобы завтра было еще лучше, сразу после этого беги за настоящей, а не вирусной мечтой. Это был проект «Читай быстро, буква.инфо». Подписывайтесь на канал, если вы почему-то еще не подписаны, но не хотели бы пропустить следующие выпуски, где мы вплотную уже подбираемся к топ-100 прочитанных книг. Ставьте колокольчик, палец вверх, палец вниз, комментарии обязательно напишите. Если вдруг захотите проверить свою скорость и осознанность чтения, у нас для этого есть бесплатный инструмент, буква.инфо.рапид. Система выдает вам один из 50, по-моему, текстов, после него замеряет, как долго вы его читаете, после него задает вам вопросы, вы на них отвечаете, и получаете сертификат с вашей скоростью и осознанностью чтения. Если вам интересна тематика осознанного чтения, софт-скиллы, развитие памяти, мнемоника, всякие эмоциональные интеллекты и прочие тайм-менеджменты, то приходите к нам на блоге, тут же можно почитать про блокнот для осознанного чтения, про наши рабочие тетради, смарт-конспекты, много всякой полезной информации, которая обновляется прям по нескольку раз в неделю. Ну и инстаграм-буква.инфо, куда же без него. Увидимся через неделю, или может быть уже даже в ноябре 2020 года. Новый я, новые вы, новая книга. Читайте книги, слушайтесь маму, хорошего вам дня, пока.